Продолжение следует... 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 Наташа Утилина. Вы знаете, выбор, конечно, не случайный, потому что такой влюбленности редко встречаешь сейчас в жанр, но такого все время неуемного желания найти еще какой-то больший диапазон этого жанра действительно редко встретишь, поэтому я думаю, что мы сегодня с Наташей, может, проведем этот творческий вечер на достойном уровне. Вы знаете, я попросил сейчас Наташу начать свою программу с романца, который мне очень-очень нравится. Дело в том, что вчера, кстати, 22-го, был день рождения великого князя Константина Константиновича Романова. 22-го августа он родился, это внук Николая I и двоюродный дядя Николая II. Во всей этой династии Романовых он, по-моему, если не считать Екатерины, он единственный, который, в общем-то, занимался и поэзией, и драматургией. У него масса всяких и поэтических материалов, и грамматических материалов. То есть человек был удивительный, высокообразован. Конечно, это все дворянское происхождение. И у него есть очаровательный романс, который считается очень бытовым, который впервые пела незапеведная наша Варя Панина, причем делала это очень-очень по-своему, но очень-очень достойно. И вот начать бы, может быть, именно с этого романса я попросил Наташу Путилину, но в этом романсе упущена, вернее, первая эстропарка. Это стихотворение начинается так. «Уж гасли в комнате огни, благоукали розы. Мы сели на скамью в тени развесистые березы. Мы были молоды с тобой» и так далее, и так далее. Послушайте этот романс, очаровательный романс, и будьте готовы. Одну минуточку, у нас его можно будет выключить? А, хотите. Мы сейчас попробуем, может быть, и не стоит выбирать, потому что красиво все. Так. Дорогие друзья, не стесняйтесь, если что-то вот там, особенно в последних моментах, будет неслышно, то скажите, погромче или как, чтобы трудно сориентироваться без микрофона, вы понимаете? Ну, с Богом. «Уж гасли в комнате огни, благоукали розы. Мы сели на скамью в тени развесистые березы. Мы были молоды с тобой». Мы были молоды с тобой, Как счастливые мы были, Нас окружавшую весной, Так речо любили. Дорогие месяц мало пил, На нас звонёй осяней Я ничего не говорил, А я спрерваюсь, Молчание. Без мол на синих глаз твоих, Ты, я пусто, Глазоры, Красноречи, Словных, Немых, Я разговариваю. О, здоровый… Любые, молодые, Мы были молоды с тобой, Так горячо любит. Еще двумя романсами, знакомствами с которыми я обязана прекрасной цыгалской февиции Варе Планино. Не тверди, без чего. Не тверди, без чего. Я смотрю на тебя. И зачем, и за что полюбил я тебя? И зачем, и за что полюбил я тебя? В твоих чудных очах утопил сердце я. И за кровь полюбить буду только тебя. И за кровь полюбить буду только тебя. О, мой друг, не дни я не в силах забыть. Ты встал проклинать. Не могу не любить. Перестал проклинать. Не могу не любить. Только если ты встал. Господа, слышно хорошо? Вау, я не знаю. Обещали третий романс. И действительно, только этот роман свой все прекрасно знают, и не одна Варя Панина его исполняла, а я вот так получила, впервые услышу, вы ее исполнили. И, наверное, это наложило какой-то отпечаток на то, как я ее исполнила. Итак, не уходи, побудь со мной. Не уходи, побудь со мной. У меня, как от родной и святой, Я поцелуем и покрою, Пустой он, учитель мой. Я поцелуем и покрою, Пустой он, учитель мой. Побудь со мной, побудь со мной, Не уходи, побудь со мной. Я так давно тебя люблю, Тебя я, ласка, я огня бою, Я пожру и удомлю, Тебя я, ласка, я огня бою, Я пожру и удомлю, Побудь со мной, Побудь со мной. Не уходи, побудь со мной, Пылая жар в моей груди, Восторг любви нас ждет с тобой, Не уходи, не уходи. Восторг любви нас ждет с тобой, Не уходи. Не уходи, не уходи, Побудь со мной, Побудь со мной. Аплодисменты. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Он очень близко к нам по шкале времени, но тем не менее, он полон какого-то прежнего изящества, ожога, необыкновенной аристократичности. Я думаю, что вы со мной согласитесь, когда я назову его имя. Это Борис Прозоровский. И сейчас я исполню для вас цикл из трех романсов, хотя на самом деле в моем репертуаре гораздо больше, потому что его композитора я очень люблю, и я отдаю ему особое предпочтение, с этим и всех прочих. Но сегодня только три. И начну я с того, который был написан одним из самых первых. Маркизов и король. Композитор Борис Прозоровский. Вчера его величеством король Композитор Борис Прозоровский. 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 Бориса Прозоровского. Этот романс самый известный из его романса. «Мы странно встретились». Мы странно встретились и странно разойдемся. Улыбкой нежности роман охоченна. Но если памятью мы в прошлое вернулись, То скажем, это был мир наш. Так и иногда в талительной пустыне Мы видим возле далеких чужих стран. Но то лишь призраки из самого неба стиле И вдоль придет у славы головы. И мы, как путники, обмануты миражем, Тесно и неверная, мне в силу уберечь. Но никогда дорог другу не доскожа В талительной пустыне В талительной пустыне Мы видим возле далеки чужих стран. Но то лишь призраки из самого неба стиле И в талительной пустыне И вдоль придет густовый караван. И в талительной пустыне Пусть впереди Все призраки И в талительной пустыне 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 Мы видим образы далеких и чуждых стран. Но то лишь призраки И снова небо стиле И вдоль придет. И в талительной пустыне 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 А третий был вид. Первый был самый ранний, самый неизвестный. Второй был такой зрелый у возраста и очень популярный. А третий здесь мой любимый, если не дожить. Молодый, лужок. А этому романсу повезло. Это не было передачи, может кто-то из вас видел, посвященное Театру Захарова. И там, не за кадром, эта песня звучит моим исполнением. Как прежде прелестью полным часы свиданий. И видимся с тобой мы каждый день. По-прежнему миру их воспоминания манит в свою таинственную тень. ПЕСНЯ 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 имена на слова Германа Зимуруна. Не пугурный рубиль, Не пугурный рубиль, Не пугурный лоб. Не маклый Не пугурный Сверхающий Алмазь. Не подошли бы так К лучистости с углом Холодных ваших глаз. Холодных ваших глаз. Пусть Темно-серонный изумрот. Темно-серонный изумрот. Мне не под силу длить мучительных страданий. Пускам разлуками охватят им года, Что в ярком золоте в моих воспоминаниях Сияны вы всегда, сияны вы всегда. ПЕСНЯ Темно-серонный изумрот. Темно-серонный изумрот. Темно-серонный изумрот. Темно-серонный изумрот. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Честно, стоит для вас очень дорогой нераман. Который очень долго не удавалось спеть, Так как я его слышала. Вот так иногда бывает. Слышишь одно, а поешь другое. Ты никак не можешь найти наследие, Две точки для того, чтобы со мной стало хорошо. Мне кажется, человек, в принципе, Ориентируется, конечно, на себя. И в первую очередь, когда я пою, Я доставляю удовольствие со мной сидеть. Простите, надеюсь, что вам тоже нравится. Этот роман записан на кассете, Который попадается здесь вот в флаген. И этот роман стал названием всей корсети. Хотя он очень маленький, Он может быть самый маленький из всех, Самый короткий и самый, наверное, маленький. Не зажигай огня. ПЕСНЯ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А сейчас мы вернемся к жанру салонного романса. Вы помните Марказа и король? А вот еще один, тоже очень обаятельный. Написала его по словам музыки и исполнила очень известная в прошлой певице, из-за крыла. Он называется «Воспоминания юных дней». Воспоминания юных дней, весенних мадыков нежней, У них так крышки блестят, Они нам радость лишь дорога. Они летят на судах, Но возвращаются всегда Воспоминания юных дней, И весенних мадыков нежней. Воспоминания юных дней, То цветные мадыки, Их мертвые головой сладут, Они покоя не дронют, Их надо гнать, их надо гнать, И поскорее забыть, Воспоминания юных мадыков нежней, Воспоминания юных мадыков нежней, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А сейчас старинный русский роман, музыку которой написал англойский композитор Джойс. А варианты слов бесконечных и, скажем так, народных словах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Итак, письма называется «Москва», композитор, ныне совершенно неизвестный, Деки Шенк, слова, граф Сологод. Песня «Москва» 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 Песня «Москва»